Вон там у нас Русский остров, а мы приехали и сейчас пойдем по этой дороге наверх на монастыр с высоткой. А почему она монастырская и как их называть в народе, об этом расскажем потом. Наконец-то, спустя год, чуть больше года даже, мы идем на монастырскую высотку. Мы собрались в поход и идем. А сзади море. С морем море видно. Поднялись на первую, скажем так, видовую площадку. Залив во льдах. Мост на Русский, сам Русский. У нас подъем занял минут семь-десять, да? Десять. Да, крутой подъем. Сейчас идем дальше наверх. На монастырской сопке нет никаких домов, потому что она занята морским кладбищем. Спустя 20 минут мы уже видим наш купол, к которому мы идем. Сергей Алексеевич. Цель нашего путешествия находится на финишной прямой. Еще чуть-чуть, пару шагов, и мы окажемся на связи с Блинз. И расскажем, что это такое. И почему мы сюда идем. Давай там-то гео-купо. Рассказывай, где мы находимся, что мы тут делаем, что тут все такое. Куда ты меня привел? Куда я тебя привел? Куда ты меня привел? Какое-то мистическое место я тебя привел? Супка-монастырское. Современный арт-объект урбанистического советского прошлого. Ты сейчас кусал арт-объектом. Раньше здесь было, ты говорил. По задумке, этот купол был гео-купом. Называется он... Как он называется? Я расскажу. Гео-купом. Фюрически-архитектурное сооружение, собранное из стержней, образующее кинтезическую структуру, благодаря которому сооружение в целом обладает хорошими несущими качествами. Та-та-та-та. В 15-м году. 16-го июля 2015 года. Я обрел за ручей день, потому что публичный художник из Екатеринбурга, Тимофей Раде, в своей команде написал, что Раде, в этот текст. Много-много личностей. Текст будет выложен отдельно в стихотворение. Не будет он выложен отдельно в стихотворение. Я не смогу столько написать. Сильная магия держит локти и колени в креслах, гаснет и отделяется первая ступень. Вместе с ней гаснет и отделяется вторая ступень. Я слышу, что меня гадонок начинает раскручиваться. Много-много, что-то меня раскручиваю всегда. Я не знаю, зачем. И прикрепленными к земле. Сейчас подняемся наверх. Посмотрим на другую бухту соседнего тропа. Посмотрим вообще на весь город. По всей 360 градусам на море. С удовольствием. Дальше дпу. owane hari вorgALUX. вот здесь всякие военные сооружения фортификационные ну как впрочем и везде города морской портовой укрепления различные это нас вид на залив босфор восточный здесь в 903 году допам дочитал было морское кладбище сейчас является старейшим по всей сопке ну а здесь народ тусит и так полагаю приходит так уж прошел бы этого не было да ну по крайней мере вот такой тусовочная зона здесь не было да еще организовано уюта вот этого да созданного из всякого хлама не было точно он смотри даже люди катаются можешь вылечить его на тарзанке самые смелые собака улыбака в общем подъем занял примерно я снимаю до сих пор и вот тут тоже кладбище тут кругом кладбище так мы вон в центре города ой как хорошо приблизило смотри да хороший вид нормальный спуск а справа от купола старые сооружения уже естественно не работающие заброшенные брошенные разрушающиеся очень разрушающиеся и отсюда видно даже нашу бурочку вон она между рогами между рогами моста ссылку на которую я оставлю мы туда тоже поднимались что прикольно мне понравилось мы уже спускаемся а тут блокпост да такие сооружения отчуждения здесь вот тоже стоят здесь реально можно по вечерам какие-нибудь клип снимать я на каменную сапелу ну и закупление словом это наша вторая сопка их тут полноцовская да их тут по-моему большая ну их конечно тут много штук 7 по-моему которые такие вот еще куда можно поднять почему ты меня сюда привел именно сюда рассказывай я говорю именно про эту сопку не про горные партии потому что она отличается от всех остальных она она имеет свой неповторимый артхаусный шарм дух и наполненно таким сказочным просто близко от дома наверное да ну и просто здесь красивый вид на самом деле и без всяких вот таких вот нудных сопровождений из людей которые постоянно везде шастают и а здесь никого нет еще это огромный плюс да рекомендуешь сюда людям кто впервые приезжает в Владивосток иди сюда однозначно однозначно иди сюда лучше надзакательно кажется да чтобы виды закат сейчас в ту сторону будет зимой в ту сторону летом туда но все равно будет красиво здесь открывается вид на все четыре стороны света и видите закатный восход из света да можно и город и и все 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 приходи и и и и и Субтитры подогнал «Симон»